Симбирская книга Одним из ее участников стал ученый-секретарь Пензенской областной библиотеки имени Лермонтова Мурашов Дмитрий Юрьевич Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич Сегодня он гость нашей студии Дмитрий Юрьевич, я знаю, что вы приехали не с пустыми руками Что вы будете презентовать на выставке-ярмарке? Еще раз здравствуйте Конечно, в гости с пустыми руками не ездят Поэтому я привез подарки с пензенской земли Это те книги, которые были изданы в прошлом году в Пензе Они рассказывают о героях нашей общей российской истории И о тех, кто тесно связан с пензенским краем О героях нашей местной локальной пензенской истории Но я думаю, тоже это будет небезынтересно ульяновским читателям Вот одна из последних, наверное, или какая по счету работа «Декабристы пензики» Вы, наверное, ее прежде всего будете представлять на выставке Эта книга для меня особенно дорога Потому что обучаюсь в Саратовском государственном университете Я специализировался по теме декабристского движения И моим учителем был Игорь Васильевич Порох Один из известных ученых декабристоведов И эту книгу я посвятил его памяти, а также памяти другого своего учителя Николая Алексеевича Троицкого Поэтому, работая над ней, над этой книгой Я испытывал определенные волнения, трепет И очень тщательно писал текст Потому что, еще раз говорю, эта книга для меня вдвойне примечательна Как посвящение своим учителям Так получилось, что когда мы говорим об истории декабристского движения Особенно в наши дни Сквозят определенные скептические нотки Вот революционеры, вот подняли руку на существующий государственный строй В общем, присутствуют такие негативные моменты Я думаю, что это тенденция нашего сегодняшнего времени Это определенная конъюнктура И если глубоко исследовать декабристское движение Именно в контексте той эпохи, когда оно появилось То можно смело сделать вывод о том Что если бы декабристы пришли к власти А такая вероятность была довольно высока Ну да, они все-таки дворяне были Нет, именно 14 декабря 1825 года Вероятность перехода к декабристов к власти была очень высока Потому что на их стороне был, например, генерал-губернатор Милорадович Генерал-губернатор Санкт-Петербурга То есть их поддерживали Но определенное истечение обстоятельств, случаев Вот не позволило это сделать Так вот, если говорить о том, что было бы Если бы декабристы пришли к власти Я думаю, что наша страна очень сильно бы сократила отставание От ведущих европейских держав Если бы декабристы оказались у руля власти в стране И вообще они были очень замечательными людьми Которых всегда оценивали по самому высшему разряду Когда мы говорим о декабристах Мы обычно вспоминаем исследования наших ведущих ученых В рамках истории всей нашей страны Такие большие глобальные темы А вот такие вот мелкие локальные Вот вроде той, что декабристы пензики Они позволяют, на мой взгляд, очень тщательно исследовать Какие-то нюансы, связанные с биографиями людей Причастных к той или иной земле В данном случае вот к Пензенскому краю И вот такая вот тщательность Она позволяет скорректировать многие моменты В биографиях известных декабристских деятелей И помочь в более объективном освещении данной темы В масштабах всей страны Я вот приведу только один пример На пензенской земле родился такой декабрист Как Петр Федорович Громницкий Если мы возьмем биографический справочник декабриста То не увидим там точной даты его рождения Почему? Ну она не была известна Она гуляет между 1801 и 1803 годами Работая вот над этой книгой Мне удалось найти метрическую запись о рождении Громницкого И таким образом закрыть данный вопрос То есть точная дата рождения данного декабриста известна Это может быть небольшой нюанс Но он позволяет внести свой определенный штрих В развитии данной темы Я глубоко убежден, что такие вот локальные исследования Декабристы, пензики Декабристы, связанные с Симирским краем Они позволяют тщательно прописать страницы истории декабристского движения И более объективно изложить его в масштабах всей страны Поэтому вот я взялся за эту книгу Вот, чтобы не только отдать дань памяти Уважение к своим учителям Которые готовили меня как историка Ну и еще более детально исследовать Локальный аспект декабристского движения А вот когда вы работали над вот этой темой Что вас удивило, может Что, может, какое-то еще открытие вы сделали Именно про декабристское движение, я говорю Ну, меня мало что удивило Потому что все-таки я занимался данной темой Уже недальний один год Но отдельные моменты, скажем так Да, они показались очень интересными Какие? Например, с Пензенским краем связан такой декабрист, как Иван Горскин Вот, он тоже был участником декабристских организаций Союза благоденствия Но отношение к нему, как к человеку Среди самих декабристов Было не очень приятным, скажем так То есть это был настолько зацикленный на денежных суммах человек Настолько коростолюбивый Уже после того, как закончилось декабристское восстание После того, как он отбыл определенный срок заключения Был поселен в Пензенской губернии В своем умении под надзором полиции Занялся, скажем так, предпринимательством, бизнесом Он стал настолько коростолюбивым человеком Настолько деньги ставил выше нравственности, выше совести Что это декабристов от него отталкивало Те, кто с ним общался потом Тоже такой маленький нюанс, который позволяет говорить о том Что декабристы были разными людьми Вот, и не стоит их всех причесывать под одного ребенка А что с ним произошло? Или просто это было уже в нем заложено? По молодости он, просто увлекшись декабристским движением Вот это все перекрывало у него Вы знаете, известному российскому историку, советскому историку Натана Эдельману принадлежит такая фраза Что нельзя говорить о том, что человек Как-то изменился к старости Все то, что у него было внутри Оно просто обострилось в стечительном лет И проявилось более ярко к концу жизни То есть вот эти все качества, на мой взгляд У Горскина были заложены Он, собственно говоря, и в декабристское движение Союз благоденствия вступил по расчету Потому что ближайшие его окружения Ближайшие знакомые, люди с кустыми палетами Занимавшие высокие посты Дали ему надежду на то, что в случае прихода их к власти Он сможет тоже продвинуться по службе То есть тоже такой расчет, такая корысть у него присутствовала А в книге вы о скольких декабристах рассказываете? Я рассказываю о семи декабристах Которые связаны с Пензенским краем То есть о всех, которые у вас жили, да? Ну, понимаете, до вот этой книги Была еще одна книга, посвященная декабристам Пензекам Она вышла в 1976 году Ее автором был Александр Федорович Дергачев И мне показалось некорректным То же, как он классифицировал декабристов По связи с Пензенским краем Потому что многие из них связаны были посредственно Так, отдаленно с Пензенским краем Но в то время декабристская тема была очень модной Поэтому можно было зацепиться за любую какую-то деталь И притянуть ее сюда, в Пензе Некоторые из тех, кто попал под наказание После событий на Сенатской площади Например, как братья Беляевы Которых тоже традиционно считают декабристами-пензеками Они не были членами тайных декабристских организаций Они вышли на Сенатскую площадь Именно поэтому на них пала кара И Александр Беляев в своих воспоминаниях Он потом отрекся от декабристов Посчитал, что выход на Сенатскую площадь был ошибкой То есть, опять-таки, вот такие вот нюансы Которые позволяют более тщательно проранжировать Тех декабристов, которые были связаны с Пензенской землей Для меня было два главных критерия Это членство в тайных декабристских обществах Первое И второе Это рождение или относительно долгое проживание На Пензенской земле Которое дает звание земляка Все-таки, что отличало декабристов от других людей той эпохи? Основные черты исследований Я понял Да, взяв характеристики ваших героев Знаете, мы сегодня, когда говорим о политической жизни нашей современной России Очень часто говорим о том, что в политике должна быть честность Вот я думаю, у декабристов именно честность в политике и отличало Они были очень честными людьми Это основная? Да Для них честь значило очень много Да, кстати, они могли ведь Николая Первого убить там, на площади Он стоял совсем рядом, вот, ну, не посмелившись Ну, как... Честь не позволила В удалении от основных событий Но, ну, скажем так, это нюанс Связанный с событиями того дня Спасибо Но у вас, я смотрю, еще какие-то сборники Вот о них можно тоже рассказать? Да, получается так, что в этом году Библиотеке Лермонтова, Пензенской библиотеке имени Лермонтова Восполняется 125 лет Это достаточно большая, да, крупная дата И мы гордимся тем, что библиотека в Пензе Носящая имя великого поэта Является первой в мире Носящей имя Лермонтова Вот так вот уже случилось То есть первый памятник Лермонтову поставили в Пятигорске Пензики здесь не успели У нас в Пензе стоит второй памятник А вот первую в мире библиотеку имени Лермонтова Открыли имена земляки Михаила Юрьевича В Пензе в 1892 году И так получилось, что на протяжении вот этой Более чем столетней истории С Пензой, с библиотекой имени Лермонтова Было связано очень много людей Интересных Которые оставили свой след в российской истории И их биографии могут вызывать интерес Не только узких специалистов Но и более широкого круга людей Вот, например, мы все знаем Михаила Юмграфовича Салтыкова и Щедрена Вот, великий русский сатирик Который, кстати говоря, служил в Пензе В Пензской казенной палате Был ее председателем И затем волей судьбы в Пензе оказался его сын Константин Михаилович Салтыков Он прожил там почти четвертью века Вот о нем-то мало известно Да, и о нем известно очень мало И те публикации, которые имеются Они, на мой взгляд, недостаточно объективны Потому что я обратил внимание Когда речь идет о сыне Салтыкова и Щедрина Почему-то все сравнивают его с его великим отцом Точно так же, когда мы говорим о Борисе Ключевском Сыне Василия Васильевича Ключевского Все опять сравнивают его с великим отцом Но сыновья не обязаны повторять судьбу родителей Ведь они самодостаточные личности И каждый из них строит свою жизнь по-своему И вот эта книга, которую я держу в руках Называется она «Константин Салтыков. Пенза. Петербург» Это сборник воспоминаний, писем и статей Которые сын Салтыкова, Щедрина, публиковал в разные годы Либо не публиковал, если мы говорим о воспоминаниях Константина Салтыкова Они здесь публикуются впервые Плюс в этой книге есть большая моя статья, биографическая Которая рассказывает об этом человеке Я постарался собрать все, что известно на сегодняшний день И из литературы, и источников, в том числе те, которые хранятся в архиве Чтобы показать личность этого человека Вне связи с его отцом Да, конечно, родственные связи есть Но меня все-таки интересовал Салтыков как человек со своей судьбой И высказал так И как у него сложилась судьба? Кем он был? А вот здесь, понимаете, здесь, возможно, это судьба всех детей и великих людей Их все, я уже об этом говорил, их все время мерят по своим родителям А тут еще и Михаил Евграфович очень сильно постарался Ведь Константин Салтыков был его поздним ребенком И я прекрасно понимаю отцовские чувства Когда родился в Косте Михаил Евграфович в нем души не чаял Он рисовал ему такие перспективы Такую судьбу Обязательно литератор То есть он хотел видеть в нем литератора И никого другого И более того Эти мечты Салтыкова-Щедрина Еще при жизни Константина, когда он учился Были опубликованы в российской печати И тоже таким вот штампом легли на биографию Кости В нем все хотели видеть продолжение отца Но он не хотел быть таким Более того, по своим способностям Он был не тем человеком Здесь, допустим, можно вспомнить, как он вел себя в школе Он был очень трудным ребенком Он плохо учился У него была плохая дисциплина И сохранились письма Михаила Евграфовича Школьным учителям, директор учебного заведения Где обучался Константин Который просто просил Более внимательно отнестись ко ему сыну Понимая, что он очень непростой ребенок Что он нашелавливый Что он учится на двойке-тройке Я говорю по-современному Что с ним очень трудно И вообще получилось так, что Константин Он оказался балованием судьбы Мы сегодня очень часто используем такое понятие Как золотая молодежь Вот, примитивно к тому времени Наверное, тоже можно сказать Что Константин Салтыков был таким представителем Золотой молодежи У него все было Вот, он не работал Не служил Он отдыхал Он любил театр Здесь он прекрасно разбирался Он любил выезжать на дачу под Санкт-Петербургом Проводить время в компании Своих знакомых, друзей И вел вот такую вот жизнь Которая отчасти где-то поддерживалась его матерью Вот Ну, Михаил Югравьевич уже давно скончался Елизавета ополнована на мать Константина Михайловича Салтыкова Тоже уже была в летах И она, естественно, задумалась над тем Как сложится жизнь Константина после ее смерти И вот тут мы выходим на один очень важный принципиальный вопрос Какими ветрами занесло Константина Салтыкова в Пензу Ведь он родился в Петербурге Он учился в Петербурге Он жил там Причем здесь опять Пенза Вот, тот самый город, где когда-то служил Михаил Югравьевич Салтыков И который о Пензе оставил очень нелицеприятные воспоминания И знаете, над этим вопросом думали многие краеведы Вот, выдвигали версию, что мать Костя отправила его туда Для того, чтобы он там сделал карьеру Потому что пензики должны были помнить о его великом отце На мой взгляд, здесь все значительно паразаичнее Просто получалось так, что где-то там в Петербурге Елизавета Аполловна нашла хорошую партию для своего сына Кости Елизавета Ивановна Орлова Дочь статского советника К тому же еще и с жильем Это очень хорошо знакомо Но жилье находится в Пензе И они туда переехали В качестве приданного, да, оно перешло в семью Салтыковых И они переехали в Пензу И вот так как он оказался после революции пятого года в Пензе И до конца двадцатых годов он здесь жил Вот, служил чиновником Вот, писал в местной газете «Пензские губернские ведомости» Здесь же в Пензе он написал Или журналистом Да, журналистом, вашим коллегой Здесь он в Пензе написал книгу «Интимный щедрин» Это воспоминания об отце Такие вот бытовые, но очень интересные Вот здесь же он похоронил свою первую жену Здесь же он женился и второй раз В общем, здесь много, что было интересного О чем я вот рассказываю в этой книге И я думаю, тот, кто возьмет и прочитает ее А эту книгу я подарю Ульяновску В вашей главной библиотеке Я думаю, открою для себя личность Константина Михайловича С несколькой неожиданной стороны Вот И здесь приведены фотографии Самого Константина и его жены Которая публикуется впервые Это из фондов Пензенского областного украинского музея А, кстати, родственники Щедриных, Салтыков-Щедриных Они в Пензе есть? Нет, в Пензе никого не осталось У Константина не было детей А, хотелось бы Да, его сестра эмигрировала после революции за границу И там следы ее тоже затерялись У нее был один ребенок Возможно, потомки вот именно по этой линии Дочери Салтыкова-Щедрина там за границей живут А может быть и нет Но точных сведений на этот счет на сегодняшний день не имеется Следующий сборник Да, я не успел договорить, что Константин Салтыков был читателем Пензенской областной библиотеки имени Левонтова Да, и оставил книгу с автографом Вот книгу Интима Щедрин Библиотеки То есть он ходил по тем самым лестницам, по которым хожу я, будучи сотрудником областной библиотеки Еще два человека, которые тесно связаны с нашей библиотекой Это Валериан Волжин и Константин Евграфов Константин Романович Евграфов, врач, психиатр Был председателем правления Левонтовской библиотеки очень долгое время И первым председателем Левонтовского общества Пензы, которая образовалась на базе библиотеки На мой взгляд, это недооцененный деятель провинциальной культуры Понимаете, очень редко можно встретить врача, даже в наши дни Который одновременно является блестящим знатоком литературы, философии Который может грамотно, профессионально говорить не только на свои врачебные темы Но еще и на тему литературы и философии Вот Константин Евграфов был таким И вот в этом сборнике приведены его статьи на медицинские темы Связанные с основной его профессиональной деятельностью На тему философии и литературы Например, по творчеству Пушкина, по творчеству Гоголя О том, как относиться к религии в современном мире Можно ли допускать религиозное образование в школах Или не допускают В общем, такие актуальные темы, которые и сегодня звучат И когда ознакомишься с творческим наследием вот этого человека Небольшая часть которого приведена тут То понимаешь, что история – это действительно диалог людей в веках Вот те темы, которые были раньше Они же никуда не уходят по большей своей части У них появляются какие-то новые аспекты, новые ракурсы И если мы читаем, то это беседа с тем человеком Который тебе может дать какой-то совет и по сегодняшнему дню Вот такие вот работы медицинского, философского, литературного плана Представлены в этом сборнике Константин Евграф, избранные Он подготовлен в том числе и при участии Лермонтовского общества Председателем которого на сегодняшний день я являюсь А, то есть вы еще и Лермонтовского общества Да, у меня еще и такое второе качество есть, второй мой функционал И поэтому То есть оно до сих пор существует Да, оно было возрождено в 2005 году Появилось Лермонтовское общество в Пензе в 1906 году Посуществовало до 1919 года, затем было закрыто И в 2005 году стараниями директора нашей библиотеки Марина Николаевна Осипова Оно было возрождено и вот существует до сегодняшнего дня По сегодняшний день И еще одна, на мой взгляд, важная деталь Константин Романович умер в 1917 году в сентябре месяце Накануне октябрьского переворота Я бы сказал так, потому что революция уже шла Он был настолько знаковой фигурой для Пензенской губернии Что было принято решение об издании полного собрания его сочинений Вот малой только, которая приведена в этой книге Но с 1917 года такое собрание сочинений не было подготовлено и не было издано Поэтому вот можно сказать, что почти через 100 лет После того, как такое решение было принято правлением Лермонтовского общества Лермонтовское общество уже другого состава, другой эпохи Выполняет то решение и сдает сборник трудов Константина Романовича Евграфова Человека, который очень много сделал для развития медицины в Пензенском крае И для развития библиотечного дела Уникальный человек во всех отношениях Несмотря на то, что жил, казалось бы, в провинциальном городе Я могу смело его называть представителем русского религиозного возрождения начала XX века Мы знаем о существовании философских обществ в Петербурге Но вот о том интересе, который проявлял я не к христианству, к православию Вот это то же самое, только в масштабах Пензы Но один человек Уникальный Уже хочется прочитать И Валериан Волжин, не менее интересный человек Эту книгу мы сделали тоже не одни, а в содружестве с Пензенским региональным отделением Ассоциации юристов России И еще нам помогла здесь прокуратура Пензенской области Он юристом был? Да, как это ни странно покажется, он был не только юристом, он был еще и прокурором, и судьей, и писателем И входил в состав правления Лернцевской библиотеки Вот видите, насколько многофункциональными были люди сто лет назад, в конце 19-го, в начале 20-го века Поэтому благодарность прокурору Пензенской области мы здесь тоже в начале книги высказываем Я думаю, что вот такие вот содружества не очень важны Они позволяют показать, что, казалось бы, в закрытых таких структурах есть неравнодушные люди Которые интересуются той же самой литературой, что на первый взгляд кажется странным И они как-то тоже меняют имидж прокурорских работников Ну это так вот, большое лирическое отступление Да, Валериан Волжин не только был судьей и прокурором Пензенского края, он был еще и литератором Он был представителем, так сказать, второго ряда русской литературы Вот, конечно, до Достоевского, Толстого, Чехова, Куприна, ему очень далеко Вот, но свою литературную делянку, скажем так, он обрабатывал очень хорошо И многие его вещи написаны на материалах Пензенской губернии Вот, если мы захотим, пожелаем посмотреть, как выглядела Пенза, как выглядела Пензенская губерния на рубеже двух столетий 19-го и 20-го веков, то стоит обратиться к романам, повестям, рассказам, написанным Валерианом Волжиным Для того, чтобы увидеть это почти вживую, воочию Это такая вот картинка литературная, списанная из действительности А детективы он не писал в то время? Такие детективные рассказики, романы? Ну, знаете, что подразумевать под детективом? Вот, если какой-то такой лихо закрученный сюжет, то, пожалуй, нет Хотя есть у него одна вещь, повесть, которая называется «Мать-дето-убийца» По сюжету она один в один, как роман Льва Толстого «Воскресенье» Ну, естественно, с пензенскими нюансами и колоритами И Волжин в своих воспоминаниях честно признавался, что если бы его произведение вышло после «Воскресенья», сказали бы, что он списал это у Толстого Но оно вышло за пять лет Может, Толстой списал? Да, и вот возникает такой вопрос, а не позаимствовал, скажем так, этот сюжет Леву Николаевичу Валериану Александровичу Тем более, что сестра Волжина с Толстым была знакома И, собственно говоря, первая публикация вот этой повести была в журнале «Наблюдатель», который широко расходился по всей Российской империи Так что вполне возможно, Толстой обратился к сюжету Да, потому что на эту повесть обратил внимание Всеволод Мирхольд Еще один знаменитый уроженец пенза, который в то время был гимназистом Он с большим интересом ее прочитал, и она ему понравилась Вот эта вот повесть Поэтому вот тут можно поразмыслить, порассуждать А здесь еще очень примечательна данная книга Знаете, вот когда обращаешься к произведениям старого времени Жалеешь о том, что многие из них не проиллюстрированы Вот, просто текст Ты читаешь, и как бы в твоей голове создаются картинки той эпохи Отталкиваясь уже непосредственно от самого текста И вот у меня родилась такая мысль А что если проиллюстрировать Валериану Волжину, его произведение Я обратился с таким предложением к нашей местной художнице Татьяне Белозеровой Это было, наверное, года полтора назад Думал, она уже забыла, хотя там показалось, что можно почитать А потом она сама выходит на меня и говорит Вот, Дмитрий Юрьевич, я проиллюстрировала повесть Волжина «Ничья чиновник» И вот эта книга содержит иллюстрации Татьяны Белозеровой Сделанной специально в повести Волжина «Ничья чиновник» Это рассказ о том, как чиновник губернского управления В силу жизненных обстоятельств упал на самое дно пенсинского общества Как у него складывались взаимоотношения с его дочерью То есть теми людьми, которых мы сегодня называем бомжами И мысль проводится такая, здесь в этом произведении Христианская мысль Что очень часто люди, которые не имеют за душой ничего Не угодяющие большим состоянием, деньгами Они оказываются более милосердными Чем те, кто с большими деньгами в кармане Кто ценит каждую копейку Здесь есть очень такая жесткая параллель Между жизнью адвокатов того времени Которых Волжин не любит Потому что считает, что это люди, которые на К сожалению, в большей своей части На бедах других людей зарабатывают просто деньги И он показывает вот это вот краснолюбие адвокатов тех лет И сравнивает вот с теми людьми Отбросами, можно так сказать, пензенского общества В компании которых оказался вот этот вот отставной чиновник И там есть еще очень интересная опять-таки линия взаимоотношения дочери и отца Читать интересно Потому что еще раз говорю, это не гениальное произведение Но очень такой вот трогающий душ Затрагивающий какие-то струнки души человека Который не позволяет остаться равнодушным Прочитанным текстом Ну а другая часть книги Другая часть текста, которая собрана здесь Это Публицистика Волжина Как юриста, как судебного деятеля Как прокурора Который рассказывает о каких-то спорных моментах Юриспруденции, скажем так Практического воплощения юридических знаний в то время Волжин был твердым сторонником судебной реформы Александра Второго И на воплощение этой реформы положил всю свою жизнь Даже получилось так, что в отдельный взятый момент своей жизни Оставшись принципиальным, он пожертвовал своей карьерой Таких людей тоже стоит ценить Которые ради принципов Ради совести Готовы пожертвовать Прекрасно складывающейся карьерой Потому что иначе они просто не могут поступить Волжин был одним из таких Он пострадал за верность Судебным уставам Александра Второго Еще толстая такая Книжица Из всех тех книг, которые здесь представлены Вот это, конечно, самое объемное И, наверное, зрители уже увидели ее Потому что там бросается в глаза Почему-то вы ее оставили так на десерт На десерт Это самое приятное Это самое вкусное Сейчас есть такое понятие вкусное чтение Вот это вкусное чтение Здесь тоже вкусно Это еще вкуснее Это еще вкуснее Это еще вкуснее Потому что передо мной и перед вами лежит Купринская энциклопедия И я опять-таки с гордостью могу сказать Что в нашей стране, в России В Пензе впервые в мире издается Купринская энциклопедия Нигде до сего момента такая книга не была издана И это тоже дань уважения великому сыну России Александру Ивановичу Куприну Человеку, который родился на Пензенской земле Умел очень сложную судьбу Но который был прекрасным писателем Прекрасным публицистом И опять-таки волей обстоятельств Волей судьбы Сохраняя свои принципы Именно поэтому Он был вынужден уехать из страны После прихода к власти большевиков Которым очень жестко относился Критиковал Его очерк о Ленине Марк Алданов считал Вообще самым лучшим Портретом Словесным портретом о Ленина Вот это заинтересует Наверное Ульяновца Вот В 30-е годы он был возвращен Не по своей воле Скажем так В Советский Союз Очень быстро скончался Здесь он будучи уже очень больным человеком Так вот Мазки, этапы Его биографии На нашей Пенинской земле Есть замечательный человек Татьяна Александровна Кайманова И вот то, что Купринская энциклопедия вышла Это благодаря ей Я смело говорю, что это Большой научный и человеческий подвиг Татьяны Александровны Потому что процентов 90 Вот из всего того, что здесь есть Это ее труд Да, к созданию энциклопедии были Привлечены Люди со всей страны Вот Те, которые интересуются творчеством Куприна Но большая часть из написанного Принадлежит Татьяне Александровне Каймановой По сути дела Купринская энциклопедия Это первый такой полный свод Сведений о жизни и творчестве Куприна Систематизированный Вот Если взять, посмотреть, прочитать То можно, на мой взгляд, составить Очень объективные представления Об Александре Ивановичу Куприне И его творчестве Здесь и тот круг людей С которым сталкивался Куприн Здесь и анализ его отдельных произведений Здесь и темы, которые поднимал Куприн Своё творчество В общем, тем, кто хочет знать о Куприне Как можно больше Следует взять и прочитать Купринскую энциклопедию И, конечно же Опять-таки, не могу отметить Что, как и предшествующие книги Купринская энциклопедия Это плод совместного труда Когда мы совместно что-то делаем У нас всегда получаются Хорошие результаты Здесь, помимо Лермонтовского общества Помимо библиотеки Литературного музея Пензенской области Поучаствовало ещё и правительство Пензенской области То есть, именно оно Губернатор Иван Александрович Белозерцев Который сейчас является Нашим главным руководителем Выделил деньги, выделил средства На издание Купринской энциклопедии Лермонтовское общество Поучаствовало в конкурсе проектов На конкурсной основе Представив соответствующую заявку И в результате конкурсного отбора Этот проект был выбран И Купринская энциклопедия была профинансирована Издание Купринской энциклопедии Было профинансировано Поэтому, благодаря старанию И власти, и общества Появился вот такой труд Рассказывающий не только О великом сыне Пензенской земли Но и о великом сыне России Ну, поскольку вы затронули тему Книгоиздания А вот другие сборники книги У вас как издаются? Знаете, у нас, конечно, нет Такой шикарной полиграфической базы Которая есть в Ульяновске Вот, здесь я говорю Это с известной долей Такой вот белой зависти Ну, есть это у вас, есть Этим вы должны гордиться Этим вы должны пользоваться У нас в основном работают Частные типографии Которые тоже издают Хорошую литературу Но, конечно, не в таких объемах Как здесь, в Ульяновске Я знаю, что на базе вашего Полиграфического комбината Как он называется? Комбинат? У нас несколько Да, ну Размещают свои заказы Многие московские издательства Вот такие серьезные, солидные Конечно, такого в Пензе нет Поэтому у нас работают В основном частные типографии Которые печатают книги Вот, а многие из них очень интересны Например, благодаря нашим краеведам Например, Игорю Сергеевичу Шишкину Нам удалось издать По сути дела Фотолетопись Пензы и губернии Это несколько томов Шикарно изданных книг В которых собраны все фотографии О Пензе, губернии, области Начиная с середины 19 века И заканчивая 60-ми годами 20 века То есть, если листать этот альбом То можно увидеть перед собой И жизнь того времени И людей воочию Потому что Пенза, я думаю, как и Симбирск Не попала на кадры Древолюционной хроники Ну и мало попадала, наверное, на кадры Советской хроники там 20-30-х годов А фотографии, они позволяют совершить Вот такую пробежку во времени Вот, увидеть ту эпоху Которая уже от нас очень далеко ушла У нас, по-пятаке, благодаря Совместному творчеству краеведов Издается антология пензенского краеведения Когда под одной обложкой Собираются все тексты И научные, и художественные В которых упоминается Пенза и Край Это многотомные продолжающиеся издания Сегодня вышло уже 7 томов Вот, и будут еще и другие То есть, практически польза в чем состоит? Не надо будет где-то что-то искать Вот, тем людям, которые заинтересовались Историей пензенского края Можно будет просто взять это издание И найти тот текст, который вас интересует Я думаю, это очень хорошая инициатива Спасибо, Дмитрий Юрьевич Все книги будут подарены, да? Да, они будут подарены Ульяновску Вашей главной областной библиотеке В том числе и энциклопедии, да? В том числе и энциклопедии И это сделаю очень большим удовольствием Вот, в рамках вот Симбирской книжной объявлений Спасибо, спасибо, да, за такой подарок Нашей области Спасибо, что пришли Ваших коллег и вашу библиотеку Поздравляю с юбилеем Правда, вот не знаю, какого числа Но все-таки поздравляю Мы празднуем в течение всего года В течение года, да Потому что формально Она открылась в марте 1992 года А вот получается как раз А посетители были запущены в зале библиотеки в октябре 1892 года Спасибо, что пришли Спасибо вам До новых встреч Спасибо До свидания Спасибо, до свидания Субтитры подогнали Симон